Это Northern Storm Wrestling. У микрофона Алексей Красильников. Мы продолжаем смотреть шоу NSW 9, которое состоялось в Санкт-Петербурге 12 марта. И сейчас мы посмотрим второй полуфинал турнира «Абсолютное безумие», победитель которого получает право на титульный бой, на матч за чемпионский титул. В этом турнире принимают участие 8 рестлеров NSW. И борьба стоит нешуточная. Уже рестлеры получали травмы в матчах, которые проводились в рамках этого турнира. Некоторые матчи, которые, казалось бы, проводятся без дисквалификации, без отчетов, завершались без результата. В общем, чуть не в каждом матче происходят какие-то сюрпризы, какие-то удивительные матчи. А у ринга появляется первый участник этого матча – это Мороз. И мы видим, что из зала за ним наблюдает Евгений Медведев, который делает какие-то пометки в своем блокноте. И еще, наверное, нам только предстоит выяснить, что из этого выйдет, для чего он вышел и вообще какова его цель. Вот Мороз, безусловно, настроен на выход в финал. Некоторое время его преследовали неудачи, но в последнее время можно сделать вывод, что он на правильном пути. Он справился со своими временными проблемами и сейчас уверенно движется к матчу за титул. А вот его противник – это Гризли. Некоторое время на рубеже 15-16 годов мы его не видели. Небольшие были тоже какие-то непонятки. И появились прежде всего такие, знаете, соци… как бы это поточнее сказать, разногласия вместе с его напарником по антисанкциям. Такие идейные, я бы сказал, социальные разногласия. Вот не могут они прийти к единому знаменателю все никак. От этого Гризли, надо признаться, достаточно серьезно пострадал, но тоже уверенно прошел первый раунд турнира. Абсолютное безумие. И вот матч полуфинальный, в котором на кону стоит, соответственно, логично выход в финал. То есть практически это за два матча до чемпионского титула. Ни один из растреров не может захватить однозначную инициативу в самом начале. Перехватывают атаки друг друга и вырываются и успешно из попыток удержания. Что касается участников этого матча, стоит добавить, что в первом раунде, в четвертьфинале турнира, который состоялся на предыдущем шоу, на шоу NSW-8, Гризли победил как раз своего напарника Стервятника, а Мороз победил Алькора. Очень разноплановые матчи, очень разные были. И единственное, что их объединяет, это тот факт, что их победители сегодня бьются друг с другом. Снова попытки захватить инициативу, прежде всего при помощи вот такого захвата. Ну да, захватить захватом. Гризли разгоняет Мороза в канат и избивает его блоком-плечом. Вот казалось бы, невелик Гризли, в особенности по сравнению с Морозом. И тем не менее, какой удачный блок получился. Мороз тоже отвечает достаточно неожиданным приемом. Казалось бы, мощный, огромный парень провел такой, знаете, техничный бросок через бедро. Гризли уклоняется от сплэша, хватает на двуручный крюк Мороза, пытается понять, но нет, слишком разная, можно сказать, весовая категория. Мороз удержался на ногах и, ой-ой-ой-ой-ой, мощнейший удар коленом. Буквально вбил в Гризли попытка суплекса. Но Гризли, ему видно, что не хватает массы, но он хватается, цепляется за самого Мороза ногами и проводит Снэд Суплек сам. Вот это стремление к победе, вот это, вот это я очень больше всего ценю. А знаете почему? Потому что это стремление победить любой ценой. Это возможность цепляться, реализованная возможность цепляться за все свои возможности. И тем более, они легальны. Все правильно, все так можно. Гризли наносит несколько ударов в углу, добивает туда же, пробивает клоузлайн. Разбегается, но Мороз бежит следом и буквально расплющивает Гризли. А Воланж сплэша в угол с разбегу наносит удары локтем, которые просто сбивают с плеч Гризли его голову. Ой-ой-ой-ой, не очень такой, знаете, такой классический, олдскульный старенький прием, когда голову противника ведут лбом по канату. Очень болезненный прием, не увидите, не так часто его увидите в сегодняшнем рестлинге. И Мороз чтит традиции. Разгоняет Гризли в угол, бежит, но Гризли встречает его. Подняв ноги, ударив его в голову, атакует сам из угла. И снова можно только удивиться, насколько вот при небольших габаритах Гризли, вот он как может свою силу вложить, что называется, в один удар. Вот вроде простой обычный клоузлайн из прыжка, и тем не менее этого достаточно для того, чтобы сбить с ног существенно более огромного и представителя более серьезной весовой категории Мороза. Мороз приходит в себя, Гризли полез под ринг. Не будем забывать, что турнир «Абсолютное безумие» проходит без дисквалификации, без отчетов, а значит можно пользоваться посторонними предметами, в том числе. И в руках Гризли оказалось, ненадолго оказалось, по-моему это какая-то дубина для швабры. Древко такое, которое тут же разлетелось о спину Мороза, а сейчас служит эдакой удушающей системой структуры. Гризли подушивает Мороза. В обычном матче, конечно же, это бы сразу же восстановило матч, нельзя проводить удушающие приемы в прорестлинге. Рефери проверяет состояние Мороза, и тот удерживает руку от падения на третий раз, показывая, демонстрируя, что он все еще в матче, наносит мощный удар локтем, еще тут же, буквально сокрушая грубую клетку Гризли, разбегается, но получает удар в живот вот этим вот деревянным прутом, и тут же Гризли добавляет немецкий суплекс. Я напомню, у Гризли очень красивые броски, вот владеет ими просто, ну не в совершенстве, но очень к тому близко, и посмотрите, очень простой классический прием из борьбы. Это двойной Нельсон. Захват Нельсона, полный Нельсон, если переводить его по-разному. Мороз, кем не держится, поднимается на ноги, поднимает вместе с собой еще и Гризли. Видно, как покраснело легко Мороза, но он разорвал захватный мощнейшим клоунглайном, буквально выбил дух из Гризли, и уже в портере замешивает его, который Гризли, который еще недавно вроде бы держал инициативу в своих руках, но нет, удары руками, ногами уже сыпятся буквально как из рога изобилия. Мороз размахивается, и липит по спине, прям по позвоночнику, рукой, локтем, очень болезненный прием. Гризли пытается подняться, но лишь для того, чтобы получить еще один такой удар. Мороз отходит к канатам, нужно немножечко перехватить, конечно, дух, перехватить дыхание, удар с разбега. Гризли снова падает, снова он повержен, и, видимо, Мороз... Да, Мороз покидает ринг для того, чтобы, видимо, достать какой-то свой предмет, какой-то свой фирменный инвентарь, при помощи которого он будет пытаться одержать победу, и у него в руках, оказывается... Не очень хорошо видно отсюда, а вот теперь видно... Да, это такая вот эта вот ДСПшная, пластиковая... Как это? Панель, доска, которая, кстати, уже сыграла роль в четвертьфинале на матче Мороза, правда, тогда я не думаю, что он будет гордиться, вспоминая вот тот случай, что будет на этот раз. На этот раз он ставит ее в угол. Гризли находится в противоположном углу, пытается прийти в себя. Мороз поддушивает сначала его коленом, а второй канат, прямо прижимая его лицом к подушке, закрывающей турбакл, Мороз фиксирует Гризли в углу, просит тишину, и пробивает очень мощный, очень громкий чоп. И вот он, разгон. Гризли успевает притормозить, буквально за сантиметр до этой панели, но тут же получает немецкий суплекс Мороз, демонстрирует, что владеет этим приемом не хуже, чем его сегодняшний противник. Мороз уже полностью, конечно, доминирует в этом матче, добавляет еще один суплекс, правда, которым он не добрасывает Гризли до этой самой панельки, но посмотрите, Гризли контратакует. Не успел я сказать о захвате инициативы, как Гризли перехватывает ее, проводит суплекс. Нет, посмотрите, Мороз демонстрирует, что и он готов продолжать. Обмен суплексами продолжается. Ни один из рестлеров не решается отпустить захват, с которыми они сцепились практически намертво. И здесь каждый, каждый момент может оказать решающее влияние, оказаться решающим в этом матче. Судья аккуратненько поправил, ой-ой-ой-ой, поправил эту панель, ровно для того, чтобы в нее полетел Гризли. Очень эффектный бросок, удержание. Нет, 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 Гризли сохраняет. Для нас этот матч успевает вырваться с удержания и потихонечку укатывается с ринга для того, чтобы достать еще что-то из-под ринга. Посмотрим, что это будет. Мороз на ринге поднимается. Уже, конечно, тяжело дышит, безусловно, вот этот вот обмен суплексами стоил много сил и здоровья, можно сказать, для обоих участников этого матча. Мороз спустился, но что-то Гризли не видно, куда он подевался. Да, Гризли разбегается со спины. В его руках клавиатура, которой он пытался ударить Мороза, но Мороз буквально отбил этот удар, но не второй. Но не второй удар. Клавиатурой все-таки приходится точно в цель. Гризли немножечко зачищает Афрон от кнопок, которые разлетелись во все стороны. Он поднимается сам наверх, пока Мороз пытается прийти в себя, лежа за пределами ринга, прямо перед зрительскими рядами, а Гризли разбегается, прыгает. Ой-ой-ой, даже если, как сказать, такая помень, знаете, гарпун такой, переднее сальто. В общем, уверенно ведет матч к победе. Столь, кстати, действительно обратить внимание, как только один из рестлеров захватывает инициативу, сразу же то ли у него внимание ослабляется, а Гризли добавляет еще и удар мусорным, пластиковым, ведром прямо по голове Мороза. Все это продолжается за пределами ринга, за канатами, но для того, чтобы провести решающее удержание, нужно сделать это на самом ринге. Вот Гризли закатывает противника на ринг, на что уходит приличная сила, он пробует удержание, но нет, Мороз успевает за все это время немножечко прийти в себя. Еще одна попытка удержания, но даже не до двух. Надеюсь, как это делает, в сильнейшем записи, интересно было, конечно, ознакомиться, что у него там записано. Гризли добавляет удары локтем в голову, Мороз поднялся, удержался от ударов, удержался от флоузлайна, уклоняется от еще одного броска и проводит еще один немецкий же суплекс. Очень много сегодня бросков, это все не может не радовать поклонников хорошего технического рестлинга. Мороз проводит бомбу! Выходит на удержание, раз, два, три, и это победа. Мороз обеспечивает себе место в финале турнира Абсолютное Безумие. Еще предстоит выяснить, кто будет его противником, поскольку предыдущий матч завершился крайне противоречиво, а нам старательные редакторы нарезали самый интересный момент этого матча. Мы видим, как ломались от головы различные предметы, как головы сами ломали эти самые предметы и ломали друг друга. Вот, а у микрофона был Алексей Красильников, это был полуфинальный матч турнира Абсолютное Безумие, состоявшийся на шоу NSW 9, в котором Мороз уверенно продолжил свое движение к финалу, к титульному матчу за чемпионство NSW. Услышимся! Субтитры создавал DimaTorzok